Все знают, программисты зарабатывают 300 тысяч в секунду, при этом ничего не делая. И получить при этом 5400 долларов, то есть заработать почти 2000 долларов на пустом месте. То есть, допустим, 100 тысяч долларов. Дополнительно к зарплате в 100 тысяч ежегодный бонус в размере... Так сколько же получают, в конце концов, эти гребаные программисты в Кремниевой долине? Всем привет и добро пожаловать на канал Жить в США. С вами Полифарнийский программист, и на этом канале вы узнаете, каково это жить и работать в Штатах, а именно в таком солнечном, уникальном штате, как Калифорния. Если вам интересно, сколько зарабатывают программисты в Кремниевой долине, что с них спрашивают, сколько денег у них остается после уплаты всех налогов и оплаты жилья, то подписывайтесь на канал, следите за обновлениями. Видео будут выходить раз в неделю. Интересно? Тогда погнали! Итак, инженер по разработке программного обеспечения США профессия довольно престижная. Согласитесь, все знают, программисты зарабатывают 300 тысяч в секунду, при этом ничего не делая. Конечно, это не анестезиологи, не хирурги, не ортодонты, не донтисты, не терапевты, не педиатры и даже не пилоты, которые по официальной статистике Министерства труда США зарабатывают куда больше программистов. Как бы и зона ответственности, и риски у них гораздо выше, согласитесь. Кстати, информация в сегодняшнем выпуске будет полезна не только программистам, которые ищут свою первую работу в Америке, но и тем, кто подумывает о переезде в США с совершенно иной специальностью. А также тем, кто далек от мира высоких технологий, но не теряет надежды в него войти, и это, кстати, не так уж и сложно. И однажды я вам расскажу, как это сделать. В первую очередь нужно понимать, что сумма, которую заплатит вам работодатель, формируется из трех компонентов. Это кэш, нон-кэш и бенефит. Если б я знал об этом тогда, когда я искал первую работу в США. Но не будем о грустном, теперь я могу поделиться этой ценной информацией с вами. Итак, кэш. Это, собственно, деньги, которые вы получаете непосредственно на карточку два раза в месяц. Или же вам присылают эти деньги бумажным чеком, который вы потом можете обналичить в банке или положить на свой банковский счет. Так вот, в кэш включены base salary, performance bonuses и sign-up bonuses. Что такое base salary? Это ваша базовая зарплата за год без вычета налогов. То есть, допустим, 100 тысяч долларов. Эту сумму ежегодно индексируют на 4-5% в соответствии с рынком, который растет последние уж 15 лет точно. Далее идут performance bonuses. Это бонусы, которые обычно выплачиваются дважды в год за достижение каких-либо целей или даже бонусы по учетам производительности за полугодие. Приведу пример приблизительной формулы расчета этих бонусов. Вот смотрите, ваша базовая зарплата 100 тысяч умножается на коэффициент вашей позиции менеджера или разработчик. Потом умножается на коэффициент продуктивности компании за прошедшее полугодие. Кстати, может быть меньше единицы. Дальше это все умножается на коэффициент личной эффективности, который указывает ваш менеджер. Поэтому не забывайте дружить с боссом. И в итоге мы получаем дополнительно к зарплате в 100 тысяч ежегодный бонус в размере 20 тысяч. Неплохо, правда? То есть суммарно за год сотрудник с базовой зарплатой в 100 тысяч получает еще 20% сверху. 120 тысяч. Зафиксируем эту сумму. Следующим пунктом идет sign-up бонус. Это денежный бонус для тех, кто недавно устроился в компанию и договорился о дополнительных выплатах. Понимаете, компании иногда выгодно немножко занизить зарплату человека, но заманить этим бонусом, который он получит практически сразу после того, как выйдет на работу. Но здесь будьте осторожны, потому что обычно с подписанием трудового договора вы подписываете еще и согласен на то, что в случае увольнения компания не заберет этот бонус. То есть вам придется его вернуть, поэтому устраиваться на 3 месяца на испытательный срок, получать бонус и бежать оттуда в другую компанию, увы, не получится. А теперь рассмотрим следующий компонент зарплаты, так называемый non-cash. Между прочим, это очень важный и крайне интересный способ оплаты труда, когда публичные компании оплачивают сотрудникам их за их работу не только деньгами, но и собственными акциями. То есть это могут быть варианты оплаты через RSA, RSU, PSU, PSA, SPP и так далее. Что это все такое? Спокойно сейчас объясню. Рассмотрим RSU. Это Restricted Stock Unit. То есть это акции, которые обещают выпустить в вашу пользу при достижении каких-либо условий. RSU можно получить несколькими способами. Первый это в качестве Sign Up Stock Bonus. Когда вы устраиваетесь опять же на работу и заранее обговариваете количество акций, которые вы получите и условия их выпуска на ваше имя. И можно получить их в качестве полугодовых премий. При этом акции могут быть выпущены уже в вашу пользу или ограничены. Первые вы можете продать сразу после их выпуска. Ну или же оставить и получать с них дивиденды каждый квартал. Вторые будут выданы вам не сразу, а спустя какое-то время. Ну вот смотрите, давайте разберем простой пример. Допустим, что вы устроились в компанию в январе 2020 года и вам дали 200 RSU. При условии, что Vesting Period первой сотни равен одному году. То есть вы сможете продать эту сотню, отработав в компании год, то бишь через год. А остальная сотня будет выдаваться вам согласно Vesting Schedule по 25 штук каждый квартал. В итоге вы получите все эти 200 акций, только проработав в компании два года. Таким образом корпорации решают несколько проблем. Первое – это можно обладать меньшим количеством кэша для оплаты труда сотрудникам. Второе – это выпуская RSU уменьшается текучка кадров и увеличивается вовлеченность сотрудников в финансовые дела компании. Третье – это такая осуществляется ненавязчивая привязка сотрудников к компании, поскольку никому не хочется терять потенциальные акции, которые уже вроде как у него в кармане. Ну и четвертое – это увеличение мотивации заинтересованности сотрудников эффективнее работать, чтобы, скажем так, своим трудом поднять стоимость акций и увеличить свой капитал. Между прочим, именно поэтому эту часть компенсации часто называют equity, что в переводе с английского означает «капитал». Так вот, в среднем сотрудники в год получают до 30 тысяч долларов в виде RSU. Еще одним вариантом оплаты труда является так называемый ESPP – Employee Stock Purchase Program. Используя эту программу, сотрудники дважды в год могут покупать акции компании со скидкой до 15% на деньги, выделенные из их пейчеков. Обычно не более 10, они сами устанавливают эту планку. Допустим, сотрудник получает чек дважды в месяц с суммой, равной 2700 долларов after tax, то есть после удержания налогов, ну, короче, чистыми. Потом он решает, что неплохо было бы подключиться к ESPP и получать акции со скидкой. Тогда он решает, что 10% от суммы его чека он будет тратить на покупку этих акций через ESPP. То есть теперь работодатель удерживает 270 долларов в пользу этой программы, а сотруднику выписывают чуть меньший чек на 2430 баксов. То есть, допустим, стоимость акций на начало периода покупки была равна 100 долларам, а в день, когда период покупки закончился, они упали до 90 долларов. То есть в этом случае работодатель выбирает минимальную стоимость акций, 90 долларов, и скидывает с нее еще 15%. То есть таким образом стоимость акций для сотрудника в этот момент будет равна 77 долларам за штуку. А мы помним, что за полгода с каждого из пейчеков у сотрудника должно было накопиться около 3500 долларов. То есть он в состоянии купить 45 акций и сразу продать их по текущей рыночной цене в 90 баксов, получив при этом 4 штуки зелени. То есть на пустом месте заработать 540 долларов, при том, что акции компании упали. Представляете, как круто? Лучше, конечно, когда акции компании идут вверх. Тогда, допустим, на конец периода стоимость акций поднялась до 120 долларов. Тогда, купив 31 акцию по 77 баксов, можно продать их уже по 120 и получить при этом 5400 долларов. То есть заработать почти 2000 долларов на пустом месте. Неплохо, правда? Ну и, конечно, не стоит забывать, что за все эти операции придется заплатить налоги. Кстати, тут важно понимать, что акции, которые вы купили и продали меньше, чем через год, за них вам придется уплатить налог в соответствии с вашей налоговой ставкой. А поскольку в США прогрессивная система налогообложения, то мы говорим где-то о 30% от дохода по акциям. Но тут есть важный момент. Если вы продержали эти акции в своем портфеле больше года и продали их по истечению этого года, то вы уплатите лишь 15% в госбюджет. Лайфхак стоит запомнить. Что же касается RSA, Restricted Stock Awards. Обычно они раздаются практически задаром стартапами на начальном этапе, когда у них еще не так много кэша, и им проще заплатить сотрудникам акциями, которые в перспективе могут сильно вырасти в цене. Но у RSA также может быть Vesting Period и Vesting Schedule. Есть еще PSA, Performance Stock Awards. Это такие же яйца, только в профиль, за исключением того, что количество акций может быть изменено в соответствии с производительностью сотрудника. Идем далее. Все косвенные затраты работодателя на сотрудника, с которых он имеет выгоду, называются Benefits и также учитываются в Compensation Package. Их можно перечислять бесконечно, но давайте попробуем сконцентрироваться на главных из них. Это медицинская страховка, отпуск, количество SIG Days, отчисление в пенсионный фонд, отпуск по уходу за ребенком, обучение за счет компании, компенсация расходов на общественный транспорт, ну и прочее там по мелочи. Что же из себя представляет медицинская страховка? В каждой компании действуют свои страховые планы и компании работают с совершенно разными медицинскими учреждениями. Ну вот смотрите, допустим, если вы молоды, не имеете особых проблем со здоровьем, вам можно выбрать Basic Plan, который обойдется вам всего 30 долларов в месяц. Он будет покрывать базовые потребности серии ежегодное плановое обследование у терапевта. Вас там послушают, постучат по коленочкам, потыкают в животик, проверят горло и смеют давление, пульс, рост вес. Посоветуют сдать анализы и назначат лекарства, выписав вам рецепт в аптеку. Все остальные визиты в больничку придется за них заплатить out of pocket, то есть из своего кармана. Конечно, есть планы с более высоким contribution, которые позволяют за 2000 долларов в год на семью из трех человек посещать такие современные клиники, как Kaiser Permanente и Stanford Healthcare. При этом компания оплачивает до 88% расходов на оплату страхового плана, а это около 20 тысяч долларов каждый год. Обычно такой план имеет в названии аббревиатуру HMO, что обозначает Health Maintenance Organization. Это крупные многопрофильные медицинские центры, которые предоставляют весь центр врачебных услуг в одном месте. Система эта очень похожа на то, что мы привыкли знать под названием поликлиника. Чтобы попасть к специалисту того или иного профиля, здесь вам сначала придется записаться на прием к терапевту, который уже решит, действительно ли вам нужен визит к врачу по этому направлению. Конечно, есть и третий вид страховок – это PPO, когда вы подключаетесь к сети медицинских провайдеров типа United Healthcare или Cigna и вольны посещать любых врачей и клиники, которые работают в этих сетях без предварительного согласования с вашим лечащим терапевтом. Обычно они дороже. Кстати, страховка от работодателя часто включает dental и vision coverage. То есть вы можете посещать дантиста и окулиста пару раз в год, при этом бесплатно вы можете заказать себе новые очки, сделать чистку или отбеливание зубов. Также многие компании предоставляют страхование жизни размером до 5-6 годовых зарплат и такую классную штуку, как Healthcare Flexible Spending Account, куда вы можете откладывать деньги вплоть до 2,5 тысяч долларов ежегодно до вычета налогов и использовать эти средства для оплаты любых медицинских услуг и даже на покупку лекарств в аптеках. Ну, довольно про врачей, давайте поговорим про отпуска. Ведь все же кругом твердят, что в США безумно короткие отпуска, что американцы жуткие трудоголики, что русским людям после их новогодних майских праздников жить в Штатах ну просто невозможно. Конечно же, это все не так, когда речь заходит об IT-компаниях в Кремниевой долине. Между прочим, во многих компаниях, например, Workday, Dropbox и GitHub дают Unlimited PTO, то есть неограниченное количество отпускных дней. Как это, спросите вы? Да очень просто. На самом деле, компания перекладывает ответственность на сотрудников, надеясь на их порядочность, и позволяет им отдыхать столько, сколько им потребуется. Конечно же, все это не должно отражаться на производительности труда и результатах работы. Плюс ко всему, здесь срабатывает такой психологический факт, когда каждый сотрудник понимает, что пока он в отпуске, его обязанности ложатся на коллег, которые, между прочим, тоже люди. В общем, уйти на месяц в отпуск теоретически можно, но делают так единицы. И начинают злоупотреблять этим, то с такими сотрудниками быстро прощаются. Если же в компании нет политики безлимитных выходных, то в большинстве случаев за каждые две недели сотрудник получает в среднем 6 с небольшим часов оплачиваемого отпуска. То есть, если считать, что в году 52 недели, за 12 месяцев сотрудник может накопить 160 часов или ровно 20 дней отпуска. Эти дни можно использовать как угодно. Вы можете взять один день среди недели, можете взять сразу 5 дней отпуска и уехать в 9-дневное путешествие, то есть соединить одни выходные с другими. Обычно люди берут отпуска в непосредственной близности с праздниками, которые в США зачастую празднуются под понедельником. То есть, таким образом, взяв отпуск в пятницу, можно уехать куда-нибудь на 4 дня, потратив всего один день своего отпуска. И, между прочим, кучу денег, потому что в праздничные периоды цены подскакивают вдвое, а народу в популярных местах, ну, наверное, утраивается. А, кстати, если вы небольшой любитель отпуска и отдыха, вы можете копить эти отпускные дни до 140 часов, если проработали в компании менее 5 лет, и до 180, если отдали компании 5 лет своей жизни. А это, извините меня, 7 недель безудержного веселья. Кстати, о федеральных праздниках в США. Государственные учреждения в эти дни не работают, но частные компании на свое усмотрение могут продолжать вести дела. Официальный календарь насчитывает ровно 10 федеральных выходных. Это Новый год, день рождения Мартина Лютера Кинга, день президентов, день памяти, день независимости, день Колумба, день труда, день ветеранов, день благодарения и Рождество. Многие корпорации дают дополнительный выходной на день рождения, который можно переносить в пределах двух недель от даты вашего рождения. Также есть так называемый floating holiday, который можно приплюсовать к любому отпуску или взять в любой день года. Если вы устали от работы, а отпуска уже не осталось, но очень хочется сменить вид деятельности, то сотрудникам дают возможность провести до 7 дней, работая в какой-нибудь волонтерской организации. Ну, а самым замечательным бенефитом, наверное, можно считать возможность работы из дома. Если вы вдруг приболели, не хочется вылезать из кроватки или просто вы сегодня coach potato, то Slack, WebEx, Jabber, Microsoft Outlook не дадут вас в обиду и сохранит ваше душевное равновесие. А, да, забыл сказать, что привычных больничных здесь не существует. Обычно вам придется использовать свои отпускные дни в качестве больничных. Или же, если у вас есть ограниченное количество сикдей, придется использовать их. А, между прочим, такие везунчики, которые работают, например, в Facebook, могут наслаждаться политикой неограниченных сикдейс. Наверное, также стоит упомянуть и об отпуске по уходу за ребенком. Декрета в 166 недель, как на Украине, или в 165, как в России, здесь нет. Америка тут чуть ближе к Киргизии или Туркменистану. Дает всего 13 недель. Это такой общий тренд. Причем, неважно, мужчина вы или женщина, parental leave дается главному caregiver, то есть новоиспеченный отец, может легко уйти на 13 недель в отпуск и заниматься ребенком. Зато его жена при этом может уже через неделю вернуться на работу. Конечно же, если возникает необходимость продлить отпуск, то его можно продлить за свой счет в связи с обстоятельствами. Следующим и очень важным бенефитом являются отчисления в пенсионный фонд. Или 401k. Это такой пенсионный план частной пенсионной системы США, который позволяет работникам вносить на свои личные накопительные пенсионные счета часть зарплаты до уплаты подоходного налога. После этого распределять ее между сабфондами по своему усмотрению. То есть, таким образом, работники экономят на налогах, потихоньку приумножают свой капитал и копят на свою счастливую старость. Между прочим, кроме этого, работодатель зачастую вносит свои средства на счета сотрудников, и доля этих взносов колеблется в пределах от 10 до 100%. Google, например, делает мэч 100% до тех пор, пока сумма взносов за год не превысит 3000 долларов. После чего продолжает делать мэч 50% до лимитов 20 тысяч. Что такое мэч? Это когда от вашего пейчек 2700 долларов 4,5% вы откладываете в пенсионный фонд. Между прочим, процент можно выбирать самостоятельно, вплоть до того, что можно полностью отказаться от этой, для многих, сомнительной затеи. Но тогда вы потеряете тот самый мэч от вашего работодателя. А 4,5% от 2700 долларов – это 122 доллара, которые вы положите в пенсионный фонд, и столько же туда положит ваш работодатель. То есть за год те, кто не откладывает себе 41К, потеряют 3200 долларов. А это немаленькие деньги. Кстати, очень интересной и полезной фишкой в большинстве компаний являются бесплатные для сотрудников лекции и семинары по финансовой грамотности. То есть, как лучше распорядиться своими пенсионными накоплениями, в какие фонды и акции инвестировать свои средства, когда лучше начать планировать свою старость и тому подобное. Ясное дело, что на просторах интернета этой информации завались, но когда у тебя есть персональный финансовый тренер, пусть не самый топовый, это, согласитесь, не так уж и плохо. Теперь давайте поговорим о дополнительных плюшках и бонусах, которые дают IT-компании своим сотрудникам. Ну, скажем, на примере той компании, в которой работаю сейчас я. Начнем с того, что кампус нашей компании находится в негласной столице Кремниевой долины, в городе Сан-Хосе, и занимает площадь около двух квадратных километров. Более 50 зданий кампуса включают в себя детский сад, ясли, фитнес-центр с прекрасным парком тренажеров и набором спортивных программ, ну, для любителей всего чего угодно. Сайклинг, кроссфит, бокс, пилатес и так далее. У нас есть аптека со скидками для сотрудников, медицинский центр с кабинетами терапевта, дантиста, окулиста и даже собственной лаборатории. То есть совершенно не обязательно тратить время на дорогу к врачу, ведь можно решить все вопросы с отличным специалистом прямо на кампусе, прямо на работе. Кампания реально занимает большую территорию и владеет достаточно крупным куском дорогой земли в Сан-Хосе. То есть, если подумать, только одни парковки вокруг зданий кампании влетают ей в копеечку, когда речь заходит об уплате налогов на землю. Кстати, о парковках. Как принято во всех цивилизованных странах, места для людей с ограниченными возможностями и expectant mothers находятся ближе ко входам в здание. Еще одним привилегированным классом здесь являются владельцы электрокаров, зарядки для которых, во-первых, бесплатны, а во-вторых, тоже располагаются рядом со входами в здание. Минусом здесь, наверное, является лишь то, что как только ваш автомобиль зарядился на 100%, его нужно срочно перепарковать и освободить место для следующего желающего подзарядиться дырмовой электроэнергией. Если же у вас нет машины или ваш комьют до работы на автомобиле приносит лишь душевные страдания, можно воспользоваться шаттлами, которые развозят сотрудников по домам каждый день с 7 утра до 6 вечера. А если вам нужно доехать из одного здания компании в другое, ведь пешком это может занять до 45 минут, то можно воспользоваться системой внутреннего такси, которая заказывается примерно так же, как и Uber и домчит вас от входа до входа за 5 минут. Но работает это лишь в пределах кампуса Сан-Хосе. Ну а для любителей общественного транспорта компания приготовила бесплатный проездной клиппер для проезда на автобусах, троллейбусах, трамваев между городами Милпитас, Сан-Хосе, Сан-Те-Клара, Сан-Ивейл, Маунтин-Вью, вплоть до Пала-Альта. А короче, везде, куда дотягиваются транспортные артерии и трамвайные ветки компании VTA. А как же обучение и тренинги за счет компании, спросите вы? Конечно, отвечу я, тренинги, оплата интересующих вас конференций также является очень важным бенефитом. Обычно можно взять один тренинг за квартал. В среднем цена тренинга для компании полторы тысячи долларов. То есть за год можно сэкономить шесть тысяч баксов и стать умнее. Или не стать. Некоторые компании, например, Tesla, которые не всегда чувствуют себя финансово независимо, стараются не транжирить деньги направо и налево, а просто покупают своим сотрудникам подписку на такие сервисы, как PluralSight, Linda или CodeSchool. И в сумме выходит всего 150 долларов в год против шести тысяч на сотрудника. Выгода, по-моему, очевидна. Другие компании делают и то, и другое вместе. Кстати, такие гиганты, как Facebook, Google, Cisco, Intel, Oracle помогают своим сотрудникам с получением Master's Degree и MBA, проводят регулярные консультации и могут компенсировать до 10 тысяч долларов на обучение в год. Я не буду говорить про бесплатные снеки, напитки, этим сейчас никого не удивишь. Так же, как и не является чем-то из ряда вон выходящим неограниченное количество различных расходников, покупка любых периферийных устройств за счет компании. Это ноутбуки, десктопы, мониторы, мышки, клавиатуры, наушники, кресла, все что угодно. А все эти заказы обычно доставляют внутренней курьерской службой где-то в течение 3-4 дней прямо к вашему рабочему месту. Многие компании предоставляют ежедневные горячие обеды. Кто-то кормит своих сотрудников 3 раза в неделю, у других бывает ежедневное горячее питание, иногда еду привозят из ресторанов, в других же компаниях работает целая армия поваров, как это устроено, например, в Google. То есть за год средний сотрудник может сэкономить до 4 тысяч долларов в год, если учесть, что средний чек за обед здесь 15 баксов. Кстати, не знаю как у других, но у нас в компании есть забавная система, которая позволяет сотрудникам поощрять друг друга за помощь с тем или иным проектом в денежном эквиваленте. И работает, ну, примерно так. Допустим, Петя помог Коле разобраться с тем, как пропатчить КДЕ под FreeBSD. Коля на седьмом небе от счастья, не знает, как же отблагодарить Петю. Ну, с пивом тот уже завязал, Дэнди с танчиками ему подарили на прошлый день рождения. И вот тут Коле приходит идея отправить Пете награду за счет компании. Он заходит на портал этой программы, находит Петю в списке сотрудников, выбирает сумму, которую он оценивает, его помощь в размере от 15 до 500 долларов, вводит хвалебные дифирамбы и нажимает кнопку «Отправить награду». Теперь все в команде узнают, что Коля-классный перец поблагодарил Петю за помощь не только словами, но и деньгами. Смогут прочитать благодарственное письмо, но вот узнать сумму в денежном эквиваленте можно будет только лично у Пети. Короче, все теперь будут помогать Коле. В общем, в среднем за год с помощью этой системы можно бежать до 1000 долларов наград. Причем с нее не нужно платить налоги, и обычно выводится она амазоновскими гифт-картами. Вот еще. Если вас вдруг решат сократить в связи с реорганизацией или оптимизацией, вам будут выплачивать заработную плату еще 4 месяца, и само собой выплатят все неотгуленные отпуска. Плюс медицинская страховка будет оплачена еще на 4 месяца. Вы получите, если я не ошибаюсь, полугодовой бонус, а в особых случаях детский сад, куда ходит ваш ребенок, и ваша ипотека будут оплачены в течение все тех же 4 месяцев. Вот так вот. Так сколько же получают, в конце концов, эти гребаные программисты в Кремниевой долине? Ну, счетчик показывает, что при базовой зарплате в 100 тысяч долларов общий пакет компенсации практически переваливает за 200 тысяч долларов. Зачастую, чем выше позиция, тем, соответственно, выше и базовая зарплата, а также и кэш и сток-бонусы. Остальные бенефиты остаются неизменными. То есть с базой в 100 тысяч и 50 тысяч бонусами, все остальные плюшки и бонусы обходятся вашему работодателю примерно все в те же 50 тысяч долларов. Тут, конечно, все зависит от того, на чем вы пишете, как давно, как круто и где. Вот давайте возьмем сферического коня в вакууме и представим, что вы пишете на Java. Вот уже более 5 лет, у вас отлично получается. Ну, в таком случае вы определенно сможете пройти интервью в компанию типа Netflix, Airbnb, Facebook, Google или Uber на фулл-тайм позицию. И легко сможете получать базовую ставку в 180 тысяч. Важно понимать, что для того, чтобы работать в США, вам нужно разрешение на работу, которое дается автоматически всем грин-карт-холдерам, супругам граждан США и обладателям виз H1, L1 и L2. Но учтите, что если вы вдруг переехали работать в США через бодишоп, то есть через компанию аутстаффера типа Luxoft или IPAM, и вам обещают сделать рабочую визу, то, скорее всего, вам оформят L-визу, по которой вы должны будете отработать в этой компании до тех пор, пока вам не оформят грин-карт. По закону этот процесс должен начаться не раньше, чем через полтора года, но на практике это может растянуться на несколько лет. Что же это значит? А то, что работая на бодишоп по L-визе о средней рыночной зарплате, вам придется забыть до тех пор, пока вы не получите грин-карту и не устроитесь в другую компанию. Поэтому при планировании своего бюджета в штатах и с переездом через такой бодишоп ориентируйтесь на среднюю зарплату по штату, а не среднюю зарплату по рынку и по вашей специальности. То есть, отправляясь в Калифорнию, рассчитывайте где-то на 75-90 тысяч в год до уплаты налогов. Таким образом, занижая compensation package для перевезенных специалистов и приводя его к средней зарплате по штату, такие компании неплохо зарабатывают. Но не стоит забывать, что они помогают тысячам людей переехать в США и приблизиться к своей американской мечте. Так вот, вернемся обратно к тем счастливчикам, у кого уже есть грин-карта, виза H-1B или гражданство. Чтобы лучше понимать зарплатные тренды и не продешевить со своей зарплатой, очень советую изучить сайт levels.fyi, где собраны зарплатные инсайты по всем крупным компаниям Кремниевой долины, причем с разбивкой по позициям. Также будет не лишним посмотреть среднюю температуру по больнице, используя старый добрый сайт glassdoor.com. Там информация чуть менее наглядная, но более полная и детальная. Топ-10 средних зарплат за 2019 год по позиции Software Engineer с опытом работы более 5 лет очень классно коррелирует с прибыльностью и капитализацией компании на рынке. Ведь все наверняка слышали акроним FANG. А теперь давайте пройдемся по этому акрониму и по зарплатному топу. Netflix платит сильно выше рынка, принимая к себе только сеньор-девелоперов. Поэтому средняя зарплата там 228 тысяч в год. Следом идут все остальные IT-гиганты рынка. Это Airbnb, Facebook, Google, Uber, Lyft, Twitter, Apple, LinkedIn, Amazon, Dropbox и Salesforce замыкает этот список. Как вы думаете, друзья, Яндекс, Лаборатория Касперского, JetBrains, Mail.ru Group, ВКонтакте также балуют своих сотрудников или Кремниевая долина в чем-то отстает от ведущих российских IT-компаний? Расскажите про свои перки, бонусы, плюшки, примочки, которыми вас радует ваш работодатель. Ну, а я в свою очередь, надеюсь, что я ответил на сегодняшний вопрос, сколько же получают программисты в США, а вы в свою очередь узнали что-то новое из этого выпуска, и вам было интересно и не скучно. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Материалы в этом видео можно будет найти в описании под видео. Не забывайте про мой блог, следите за телеграм-каналом, полифорнийский программист. Заходите на мою страничку в Instagram, обязательно оставляйте свои комментарии под этим видео. Спасибо за внимание и увидимся в следующем выпуске.